Крыщи на спине поддаются лечению гораздо сложнее, чем на других участках тела. Все дело в том, что кожа здесь толще, а раздраженные участки постоянно контактируют с одеждой. Это постоянно оказывает на поверхность кожи дополнительное раздражение. Помните, что если на спине кожа в очень плохом состоянии, то требуется вмешательство врача и будет назначено медикаментозное лечение. Что можно сделать самостоятельно, чтобы облегчить ситуацию? Носите одежду из натуральных тканей, вискоза, хлопак, лен, или шелк. Носите такие вещи в качестве повседневной одежды. Откажитесь от жестких лямок. Это снизит вероятность новых очагов высыпаний, ослабит проявление покраснений зуда. Помогают ванны с марганцем. В теплой воде разводят несколько кристаллов калия пермагоната, чтобы вода стала чуть розовой. Принимать ванну нужно 15 минут. Не усердствуйте, марганец может окрасить кожу и высушить ее. Процедура применяется один раз в два дня. После процедуры нужно аккуратно промокнуть кожу полотенцем, без интенсивных растираний. Важно соблюдать последовательность мытья. В первую очередь моются волосы, а затем тело. При обратной процедуре вещества в шампуне могут способствовать закупорке пор на спине, что чревато новыми прыщами. Выберите мочалку из натуральных материалов средней жесткости. Никаких грубых скрабов, пемзы и прочих вещей на поврежденных участках. Помните, что солнечная ванная или солярий – хороши в меру. В противном случае, они могут нанести еще больший вред коже. Нужно отказаться от массажных масел. Они плотные по консистенции и способствуют забивке пор. Принимайте комплексы поливитаминов и препараты на основе пивных дрожжей. Коже нужны микроэлементы. Кроме того, это поспособствует укреплению иммунитета. Продолжение следует...